Ранее у нас схема была вот такая. У нас вращался катушечная часть, вращалась магнит стационарный, вращалась катушка вот эта. Теперь мы сделаем наоборот. Катушка у нас стационарная, две смещенные можно на 90, можно по косому такому пазу делать. И два магнита по вращению. Вот эта схема другая. Вот эта штучка, вон она, имеется магнит у нас, сегментный. И тороидальная намотка, вон она. Вот две батарейки с выключателем рида, герконом. Это может быть также и встроенный переключатель, типа датчик холла. Ну и как она работает, заем питание и делая небольшое вращение, она пошла. То есть фактически это мотор-колесо у нас. Вот это колесо, движительный крутящий момент, образован за счет смещения магнитного поля. Вот он пытается провернуться, занять когда здесь получается поляризация поля, полюса. И он взаимодействует с этим полюсом, он начинает проворачиваться до следующего, до следующего. Если делать 90 градусов, то надо и катушки на 90. То есть их можно делать неограниченное количество. Такой тороидальный мотор новой конструкции. Лучше или хуже, я не знаю. Просто вариации, какие они могут быть. Ну и посмотрим, если эта машинка будет крутиться. Смотрим, поедет ли она. Ничего, лихо бежит. Ну и закончить серию с этими усилителями напряжения, трансформаторами. Последний бустер постоянного тока от полтора вольта на тысячу вольт. Схема элементарная. Каждый может сделать ее очень быстро. Всего лишь транзистор и сопротивление. И трансформатор, в данном случае, на флайбеке. Вот 1,3 вольта вход на конденсаторе. Посмотрим, что имеем. Он пошел держать. 1200 вольт. И один, почти в тысячу раз, да? Это 1,2 вольта, 1200 вольт. Почти в тысячу раз у нас трансформация. Довольно интересно для меня. Но если я сейчас замкну, здесь будет такой взрыв, что мама не горюй, поэтому делать этого не будем. Фактически расход на осцилляцию троса минимальный. Тысячные доли падают, вот. И вот оно держит нам 1200 вольт на бустерной части. Это можно разряжать куда угодно. Это очень мощная здесь энергия стоит. Ну все. Всем спасибо за внимание. Happy New Year.